Я приветствую вас. Это программа «Влияние» и специальная программа. И спасибо, что вы сегодня на «Импакте». Мы ведем наш репортаж, нашу программу из уникального места. Мы встречаемся и приветствуем вас из Южной Кореи, прекрасный город Бусан. И эта церковь, из которой мы вещаемся, называется Сон Йонго Чорч. Потрясающе. Мы получили потрясающий экспириенс или практику от того, что мы увидели, от того, как наши братья нас встретили, радужный, теплый прием любви Иисуса Христа. То есть мы видели демонстрацию того, что называется церковь Иисуса Христа, его тело. И поэтому, друзья, сегодня с нами в эфире это старший основатель, старший пастор церкви Сон Йонго Чорч, пастор Джон Пилдо. И также нас будет переводить пастор Дэниел, который несет служение в России и в Москве, занимается образованием, занимается основанием церкви, а также основанием академии. И поэтому, пастор Чон Пилдо, мы очень благодарны за хороший прием. Были много цветов в аэропорту, много служителей ваших было. Мы почувствовали этот теплый прием. Спасибо вам. И всю нашу делегацию впечатлило то, что мы увидели здесь. То, что мы увидели, мы называем это город на вершине горы. Наши зрители сейчас видят этот мегаполис, мегаполис, эти небоскребы вокруг, прекрасный океан и также в центре находится ваша церковь. Это не возникло вчера. Этому что-то предшествовало. Бог дал вам видение, как основателю этой церкви. Так и возникла церковь. Пожалуйста, расскажите нам, как это начиналось. Как это произошло, как это произошло, как это произошло, как это произошло. 40 лет назад Бог показал мне видение, что он показывает, что здесь собираются несколько десятилетий людей, и поэтому ты откроешь эту церковь. И поэтому я отказываю, я служитель в городе Сеуле. Да, Сеуле. А я сюда приехал, открыть церковь. Как Господи дал им слово, показал им, как он показал это видение, так и Господи исполнил. Но здесь пустырь был, здесь ничего не было. Мы видим сейчас небоскребы, мы видим фривеи. Но был пустырь, мне говорили, что было пустое место. Господи, здесь небоскребы, здесь небоскребы, Нужное должно быть. Какое случилось такое? Господи, это небоскребы, это небоскребы. Но это, я нужна была получать слово, чтобы строить там, где нет. Бог сказал, что я буду делать, чтобы весь народ и город в Бусане уверовать в Иисусу. И я буду жить в Иисусуа и в Грибе и в Китае в мире, я буду в Иисусуе. Это моя надежда, мечта, желание. Иисусуа у Евгения全у в Бусане по поводу строительства. И вот, все города Пусан нужно не опозимо большие дом молитвы. И тогда Господь дал ответ. У меня очень много денег я тебе. Я много приготовил, что тебе надо. Только переживай, что ты готов принять это или нет. Да, знаете, вот эти слова Господи мне дал, это все использовано. И там 주인들이 Нар 찾아와서, демонтировали, чтобы я это купил, чтобы я это взял. Поэтому, потом, в 정상 кае, 3-1 садится. Одна, третья. Это чудо, Боже. Пастор, что нас очень впечатлило, что когда мы прилетели в пятницу, пастор Дэниел привез нас в церковь. Это было десять часов вечера, и когда мы вошли в это здание, в эту церковь, зал был полный, пять тысяч народов пребывало в молитве. Как достигается такого результата? В этом церкви уже прошло 40 лет. В начале несколько частей людей, постоянно мы продолжали такие молитвы жизни, еще увеличили присутствие на этом молитвом собрании. То есть получается, что людей притягивает к Богу слово и молитва. Я думаю, в жизни minds у него был Войсом Божий, когда мыique к Богу слово? Да. При этом, Господь сказал. Я с тем, Господь сказал. Господь сказал. Я, собственно, Божий. Я. Да. Позвучит. Для этого, на самом городе народа, придется приобретать, безупрещение. Если я, на самом городе, в Божийской местах, в Пуссане, они тоже собрались. В воскресенье 8 поток мы проводили богослужие, а третий поток, нижний этаж, еще подвалные помещения, еще верхние помещения, все переполнено. Этот зал вмещает 10 тысяч человек, мне сказали. Сегодня утром был первый поток на 7 часов. Это самый маленький поток. Но после этого наши зрители видят, что люди заходят на следующий поток. Многие люди заходят на следующий поток. И еще второй поток, еще нижний зал тоже переполнено. И кроме этого у вас есть много уровней этажей, где стоят машины для паркинга. И много членов, джаз, 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 джаз. То есть Бог все делает для того, чтобы народ был благословен. Кроме этого здесь рядом есть огромный комплекс, образовательный комплекс. Кроме этого Бог дал вам 15 этаж гостиницу, целый гостиницу, центр, сиатта, центр, сиатта. Мой вопрос. В чем секрет? Успеха церкви? Мой вопрос. В чем секрет? Успеха церкви? В чем секрет? Оно. Слова Божия, и получают благословение Божия. И они пребываются в молитвах. И что они любят их. У них есть любовь к Богу. Это очень ясно. Они от радости приносят пожертвования. и отходные они все жертвы. Поэтому у нас всегда много остатков на финансовом бюджетном состоянии. Поэтому 15-층 건물도 그냥 있는 돈으로 산 거예요. То, что у нас было это пожертвование, мы просто взяли. А пристройка эта... У нас пристройка всегда была остаток много, переполена была. И не надо было сказать, что вы несите еще пожертвование. Люди сами это делали? Да, сами. Сустретая моря. Это уникально. Иерусалимские церкви они добровольно, отходные, они сами приезжали. И они все, что они хотели, все делали. Так и повторится наша церковная жизнь. Друзья, мы будем продолжать вещание из этой прекрасной церкви. Поэтому наша программа влияния с уникального места наполняется, зал наполняется следующим потоком, народом Господним. Прекрасно поет хор. Несколько сот человек в хор. Потом музыкальная часть. Идет живое слово. И я последний вопрос задам. И мы уйдем на перерывы. Последний вопрос задам пастору. Какие вызовы вы видите для церкви последних дней? В чем церковь встретилась? М октябре выяснится? Да. И мы об этом излишне. Советских в основной церкви У мать любви. Все миру. А всех народам известны, что у нас христианс께서 христианство, албит. Это любви. Они знают, что мы должны любить и все народы. Сегодня христиане пали на расслабление, и поэтому они не любят людей. И поэтому неверующие, они обижены в этом. Поэтому они считают, что сегодняшнее современное христианство, неправильное христианство. И еще хуже, чем неверующие даже. Поэтому они злословят и атак. И решение, выход этого положения, наш церковный выход, нам надо проявлять любовь в нашей практической жизни. Несмотря на то, что они злословят или не злословят, нам надо любить их и исполнить вот именно эту Божию любовь в этом мире. Это есть выход. И когда мы покажем на то, что положено, это образы христианства, когда они узнают, что только есть единственная надежда этого мира, это церковь Божия. Спасибо, пастор. Спасибо. Спасибо большое. Мы встречаемся с пастором Джалпин на канале. Он имеет свои программы на канале. Поэтому вы получаете большое благословение. Спасибо вам. Сейчас мы уходим, потому что начинается следующий поток. Пастор, вы снова будете проповедовать сейчас? Во втором потоке мы сможем. Сейчас другой будет пастор, да. Поэтому будьте благословенны. Мы любим вас. Оставайтесь с нами на импакте. Друзья, я рад снова приветствовать вас на программе «Влияние» телеканала «Импакт». Прекрасная будет у нас сегодня встреча. Я сегодня не один. И, кстати, мы с уникального места. Это впервые в нашей практике. Телеканал «Импакт» находится в Южной Корее. Прекрасный город Бусан. Не менее прекрасные благословенные жители корейцы. Друзья, это настолько уникально. Да, Алекс. Да. Алекс Тюкаев с нами сегодня. Находятся служители церкви Сойонгос, а также наши братья, также из Пакена. Это Владимир, это Дэниел, благословенные мужи Божии, также разделяют эту встречу. А также Павел Цюбера находится с нами, оперирует оборудованием. Друзья, и у нас воскресный день прекрасно прошел. Почему? Потому что мы переживали Божие присутствие. Церковь Бусан, где старшим пастором является Джанпо Пилдю. Пастор, приветствую вас снова с нами. Это основатель этой церкви, и у нас было прекрасное время сегодня. Мы были на потоке, пастор служил. В течение этого дня, уже приходит к завершению воскресный день, было семь потоков. Каждые два часа менялись люди. Каждые два часа. Кроме этого, у нас было, пастор, мы были на русскоязычном служении, который также основан на вашей церкви, и мы служили людям. И мы служили людям. Не менее ста человек было, моряков, которые... И в том здании, это отдельное здание от этого храма. Одновременно с нами проводились служения японцы, с монголией, русские, там, где мы находились, еще какие-то... Непал был, да. И потом всех кормили после этого, специальная кухня. И пастор Дэниел, также сегодня с нами, он помогает, благословенный муж Божий, который много трудится в России уже 20-чем-то лет. Вот поэтому такая у нас дружная семья сегодня, дружная семья. Пастор Джан Пилдер, вот чего-чего я ожидал увидеть, но столько много русских находится в Бусане, в Бусане, в Бусане, много Слаб Минске живет. Бог дал вам сердце, привлекать, приглашать, приобщать к церкви, массу людей. Даллежим, кстати. Вы видите, что какие-то международные государства, международные государства и международные государства. Мапсисум, вы думаете, 198 власти жизни? Но практически необычное качество отходов. Я в Казани, где-то встан-корр Marx, то есть такие цели истории. Чем как можно узнать, чтобы создать очень поделы социальных государств, Да, у меня всегда такая мысль была в том, что вот здесь очень много иностранцев, да, здесь работают, и эта церковь, я хотел бы, чтобы эта церковь была много разных национальностей, собрались и служили Господу, и славили Господа. Но я именно помышлял о том, что церкви, я хотел бы именно уделить таким служением, приглашая именно местные иностранные служители сюда, чтобы они служили, вот, свои родные и в этой нашей стране. Это очень эффективно, стратегически в том, что она затрата, да, содержание миссионеры, да, посылая от нас за границу, да, и занимаясь именно миссионерством. А здесь именно вот те, которые находятся в нашей стране, этими занимаются, приглашая их, да, именно служители сюда, намного экономнее тоже и эффективнее. И поэтому сейчас, в данный момент, да, мы еще так приглашали вот эти местные служители, чтобы они служили своими родными людьми, и мы обеспечиваем их поддержку финансовых вопросов, и жилье тоже мы еще там устроили, чтобы здесь они спокойно служили своими родными. Смотрите, сегодня утром вы озвучивали цифру на 2015 год. До сегодняшнего дня количество миссионеров, которых вы содержите, насчитывает тысячу человек. Да, тысячу-двести. Тысячу-двести, да, спасибо. Но вы озвучивали сегодня в своей церкви, что вот как то видение, которое Бог дал вам, вы озвучивали в этом году поднять пять тысяч миссионеров с этой церкви. Сегоднячezца вечером этой церкви дали я ищу паспорт, Условались сегодня в 2015 году, В церкви это о миссионере через высоту, В церкви поездку которых в occuren, в церкви 8000 мысона для украинского вероятного числа. В церкви с этим мыслятия только поднимательное, Большое слово, большое слово. Большое слово слово. И вот это, как за 1,200 человек, 5,000 человек, что это для того, чтобы вы тоже были вовремя. У них вовремя людей, в каком-то хотя бы 1000 человек, по-моему, вовремя людей, по-моему. Да, это от того, что посреди нашей общины много равнителей Господи Иисус Христе, они хотят, каждый какой-то семья хочет содержать или поддерживать одного миссионера. Таких желающих много. Это все реально. Именно послать миссионеров. Пять тысячи. Вы знаете, что меня впечатлило? Я сегодня делился это с нашими братьями. То, что меня особо впечатлило. То, что япония находится недалеко от вас. Мега чёрч. Мега чёрч. Япония насчитывает 200 человек. Япония насчитывает 200 человек. Это считается огромная церковь. С сравнивая с Южной Кореей. Но здесь, как небо и земля в евангельском движении Южной Кореей. Это как небо и земля в евангельском движении Южной Кореей. Япония насчитывает 120 тысяч зарегистрированных членов. И 60 тысяч активных членов. Но сейчас, регулярных членов, 6 миллиардных членов. Но казалось бы, там Бог и здесь Бог тот же самый Бог. Япония находится в Евангелии. Япония находится в Евангелии. Это понимание дома, что японские пасторы, И японские пасторы должны быть снижены. И служители должны быть снижены с живым Богом, самим. И они должны быть снижены Духом Божьим. Я не jestem виноват. И поэтому каждый год, где-то японские пасторы по количеству 200 и 100, они приезжают и посещают в нашей церкви и проходят обучение, лекции в нашей церкви. И они еще пытаются учиться здесь, научиться. Но, знаете, наша церковная цель еще не исполняется ими еще. И я понял, наконец я дошел до понимания, по какой причине так и они остались. И, знаете, причина в том, что и самим японские служители, они сами не понимают, какой жизнь наследство дать Господи Иисус Христе. Поэтому и самим в таком положении они научить своих верующих это не получается. Для Бога достаточно иметь одного послушного человека в какой-то стране не имеет разницы. То есть, в тех, кто-то, как и самим, как и самим, как и самим, как и самим, так и самим. Но сами эти служители должны, как надо веровать, как надо жить, они сами должны показать свою жизнь, как апостол Павел, и там вы подражаете и Христу, и нас, нам, да? И так и мы, служители, сами должны, смело, смог, именно, возглашать всем верующим, подражать на нас. И поэтому мы, сами служители, не надо так только стараться проповедоваться отличной проповедью, а еще намного все важно, что наше жизнь нам надо проповедоваться верующим. Поэтому мы, граждане, не должны говорить о том, что мы должны быть хорошими проповедниками, но мы должны быть хорошими проповедниками, а еще нам надо быть хорошим примером жизни, и для всех верующих. Вот говоря о том, что у вас по любым размерам и категориям это Мега-чорч. Мог사님의 교회는 어떤 면으로 보든지, 어느 영역을 보든지, 이 교회는 엄청난 대형 교회입니다. Мега-чорч, если вы не были в Корее, когда, после собрания, мы беседовали, 오늘 예배 마치고 나서 서로 대화를 드렸는데요. русские моряки, и русские 선원들이, говорят, мы приходим сюда на кораблях, 그래서 배에서 여기를 찾아왔는데요. уже 30 или 40 лет. 30, 40 лет, и один пожилой моряк мне сказал, что я вижу, 30 лет спустя. 30 лет назад здесь была деревня. 30 лет назад здесь была деревня, это он говорит. 30 лет назад здесь была деревня, это он говорит. Юрий Михайлович, смотри, что происходит. Юрий Михайлович,宮路щик, здесьiéciвом государства? Юрий Михайлович, в том, что происходит. Юрий Михайлович, « Apparently, предстоящий сетockey он заполняет в главу Русскиеolo – ввидимся мой ваш город – ввидимся в этой обрыва» – даже в деле ничего нет, Поэтому, друзья, когда мы говорим о том, что происходит, мы вкладываем смысл в каждое слово о том, что здесь есть чудо и уникальность этой интересной нации, которую Бог возродил из ничего. Можно списывать, говорить, что это экономика, можно говорить, что хорошие политики пришли, можно говорить, что создали климат для бизнеса или условия для бизнеса, всевозможных хороших этих платформ, но тем не менее за всем этим Бог стоит. И, поста, на вас большая нагрузка, как вам удавалось, как вам удавалось сочитать служение тысячам, десятки тысяч народа, сочитать, есть такое слово в русском языке, связывать, и не отреться, не забыть свои семьи. Но, когда я был молодым служителем, когда я был молодым начинающим служителем, я, братья, старший, пастыря учили так. На первом месте это служение Богу, на первом месте церковь, на первом месте церковь, на первом месте церковь, жена и дети, это все потом. Это серьезно, у нас семья, жена где-то плелась, там, хвостель на собрании, мы рвались, надо было закафинку, закафинку нам надо. Но я чуть-чуть иронизирую, но, братья, есть знак согласия или не согласия, вы или так скажете, или так? Но это все, что это правильное, правильное. Ну да, эти два отношения, эти два отношения. Какой способности, какие способности в том, как бы выяснился, мобильные ответы, может быть? В начале мы родились, родители. Другие друзья, мы родители. Два года мы проводили маленький час, держат друг на друга, за руки. И мы вдвоем были наполнены Духом Святым. Когда мы вместе возносили Господу такую молитву, а Господь дал ответ на эту молитву. И Бог предсказал ей, что именно для своих дел Божьих и Господь сказал ей, что я направлю тебя к Нему. Вы знаете, заранее Господь сказал ей, так и Господь, так и поступал. И моя жена, и она осозная Божий план, и она все душой и сердцем, и она старалась нам помочь, содействовать со мной. Когда я еще приготовил проповеди, во время этой подготовки моей проповеди, и она еще на 2 часа в другом комнате привела молитвы. И когда я все дописал проповеди, она еще дочитала, и она еще дала совет. И еще она чистой бумагой переписала, и эти проповеди то, что я писал. Братья, наши служители постыряют. Я это слушаю. И вот я беру это все вместе и анализирую. Это значит, жена настолько вовлечена в каждую проповедь, часами молится за каждую проповедь, потом в черновике чертой, то что убирает, то что добавляет. Последнее слово оказывается за женой в проповеди. И еще одна из другого момента, когда они вместе, и готовились молитвенно, и всяческим образом готовились вместе, и составляли вместе. Господь, наверное, давала откровение и жене, это было совместное. А, окей. Такой, хорошо. И еще и вовлечена, и вовлечена, и вовлечена. Да, смотрите. Мы еще не только поделились, но и вместе поделились, и молитвы. Поэтому пастор, они должны молиться вместе и иметь одно видение от Бога. Для церкви видение или для семьи? То есть это видение для Господа. Но видение, вести церковь, она разделяет. И пастор понимает, что ее мнение, ее советы, они тоже важны для церкви? Или жена, ты сиди дома, это не лес, не свои дела. То есть это видение для церкви. А если вы оставите своими словами, И только ты, пастор, занимаешься своими церковными служениями, тогда, смотрите, жена становится препятствием твоей пасторстве. Знаете, ты должен, я понял, что, наконец, нам надо вместе получить благодать Божие вместе. И когда начинается молитва, то вместе с мужем надо молиться. В вашей книге, которую переиздали уже на русский язык, я прочитал, что если нет согласия в семье между мужем и женой, когда вы написали, что вы имеете в вид? Смотрите, это жена – не смогут, не смогут. Как глупо, если что, если вы написали, что вы имеете в виду? Смотрите, это жена пастора не получила благотворительность Божия и не осознанно не сядь Бога. И когда эта жена отказывается направлением позиции пастора, она будет сыграть самую злую роль вместо дьявола. Но в моем случае, только что мы женились, и моя жена никогда не раз не подумала, не мыслила, выйти замуж пастора. А родители считали меня, что хороший пастор, и они уговаривали, и заставили, чтобы она вышла замуж на меня. А родители были очень отличные люди, моя жена очень уважала их и послушала их. Нет. Поэтому когда я結婚, когда говорю, я подогнал о том, что я не получил согласие, и это ответил за вопрос. Вы посмотрите, что произошло? Я заключил от Бога ответственность его создавать родительную семья. Поэтому я был уверен. А моя жена, только что мы женились, и первый день она заявила, что она никогда не думала выйти замуж за пастором. И это был для меня шок. Но знаете, Бог не ошибочный. Знаете, она была не моим вкусом. Смотрите, тогда, если я свой рот открою, и еще и еще вражаю то, что происходит в моем сердце, и это создает проблему. Поэтому я три года закрыл рот и молился, обращался к Господу только. Знаете, когда я пошел на церковное служение, не обращая внимания, а она дома сидела и пости, и молились. Иногда ее молитва продолжалась 17 дней пости. И знаете, тогда Господь начал говорить ей. Твой муж, Господь сказал ей прямо, «Твой муж есть раб мой, поэтому только послушай его». И повторно она слушала голос Божия. И знаете, в течение моей первых три года спрыжевской жизни, она вообще и молчала, закрыла свой рот и послушала, всему послушала, родила, 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 и ухаживала, и детей, и занимались всякими хозяйственными делами. То есть, одним словом, в моем пастырстве с самого начала никакой препятствий никогда не было ни раз. Но когда прошел три года, и тогда хотел я говорить. Но когда я прошел три года, и тогда хотел я говорить. что бы я только сказал ей очень доброе, положительное слово. То есть, что я так и начал говорить, что учащающие такие слова. И ты вышла замуж, сколько именно не было трудностей, и вот эта семейная жизнь, и заботиться обо мне, и детей со всеми делами, и хозяйственными делами ты заняла. Мне кажется, так тяжело для тебя. Знаете, еще и следующее выражение было, что сколько не было невкусно она приготовила это блюдо. Я так сказал, что это вкус. Никогда я еще не попробовал. Такие прекрасные такие блюда. И я хвалил ее. И каждый день я еще... Я обнимаю ее. И я обнимаю ее. И я так сказал. Аня, она очень хорошая. И я так сказал. Нет. Я никогда такого худенького я никогда не видел. Такая красавица, как ты. И я так сказал. Я никогда не видел. Такая красавица, как ты. И я по времени смотрю тебя. Ты самая красивая. Так сказал. Такая красавица. Я верю, что пастор Джоан Билдова говорил, что это было сердце. Но я тебе понял, что это было сердце. Но я учит, что ци очень асчалив segregала свою сердце. Но я понял, что это было очень асчаливо, поэтому мне очень oppure из ее сердца. Я осознаю его сердца. Можно сказать очень асчаливо, что вы comedian наевти для себя, а не просто нахуй и чём quê? Но в Минске 14 глава 27 стихе написано, что все это наши речи, всякие выражения слова, а Бог это слушает. Господь дал обет, что как мне слышно, и так и я буду поступать с вами. Поэтому мы верующие в Иисус Христа надо только выражать хорошими словами. Самое худое на поведение нашей жизни – речь. И то, что есть у тебя хорошее, если еще плохое, если есть факты, ты это все открываешь, это самые худые дела. Это по отношению своей супругой, по отношению своими детьми. И нам надо, нам обязуется выражать, что твоя жена была самая лучшая, твоя муж была самая лучшая, твои дети были самые отличные. В таком плане надо выражать всегда. Но если мы всегда говорим, то мы становимся таким человеком, то мы становимся таким человеком. И когда моя жена вышла замуж, то я сказал ей, что Господь тоже возьмет тебя и употребляет тебя. Я так сказал. Несколько дней назад, как раз вы говорили, что она проводит семинары со многими служителями в Сеуле. То есть она в служении полноценном, она не является каким-то придатком, она не является чем-то побочным, она разделяет платформу служения. Можно так сказать. То есть она является частью видения для церкви, которую Бог дал, частью видения. что-то тут, как раз выражаетесь. Такая часть. И может быть, это как раз стимул, что когда-то в жизни жены была использована правильная церковь. . . . . Т.е вы тоже говорили восторг, ваш родители тоже говорили. То есть, родители не говорили о хорошем теме, и о хорошем теме, и о хорошем теме. Я всегда подчеркиваю, что мои дети хорошие, а не отличительные. Ну, пастор Чан Пилдю, на то время, вот через короткое время, Бог поднимать начал Ваше служение, и популярность, и количество людей. Чувствовали ли Вы, что Ваши дети становятся какими-то такими избалованными? Потому что папа популярен, папа на слуху, на виду. Можешь переведи, пожалуйста. Ваши дети были, что еще время поднимать. И какими-то вот такими словами, очень известная這樣. Уважаемые женщины. И вот тут же, которые, они так называются, вот так. Наши protagonists платья необычные. Да, нет. Вот, вот, 91-я отец, а traveled в России, Да, в 1991 году эти трое моих детей, они переезжали в Америку на учебу. И они были отличниками учебы, еще наслаждали очень хорошую духовную жизнь в Америке. Я встречался с вашим сыном несколько дней назад. И я задал ему вопрос. Такой вопрос, чтобы вы не слышали. Вы отвернули в сторону, я задал ему на ухо вопрос. Я задал ему вопрос. Ты тоже начинаешь нести пасторское служение из-за того, что отец у тебя пастор, и отец тебя заставил. И это престижно быть пастором такого известного отца или ты сам выбрал этот путь? Я задал ему вопрос. что я ответил. Я ответил. Вы знаете, что я отвечаю? Вы знаете, что отвечаю? Мой ответ сказал. Он говорит, отец мне совершенно никогда не говорил ты обязан, ты обязан идти по моим стопам, ты обязан быть пастером или старшим пастером или отец никогда мне этого не говорил. Пастор Джон Пилдю, я такой вопрос вам, в этой плоскости задам. У нас в Америке принято, это везде принято, когда уходит со служения пожилой пастырь, уже в возрасте, в американской церкви, обязательно это даже в культуре, чтобы сын наследовал его престол. 그러니까 아버지의 보좌를, 그 아들이 다 세습을 하더란 말이죠. Как вы считаете, как решается вопрос в вашей культуре, корейской церкви? 한국 전통과 문화 속에서, 교회 문화, 전통 속에서, относительно приемственности, служение отца. 그러니까 아버지의 그 사역을, 아들이 이어받는다, 이어받아야 된다, ман다에 대해서, 목사님은 어떻게 이해하시느냐? 나는 교회 개척한 지 얼마 안 됐을 때, 주님이 나에게 말씀하시기를, 이 교회는 네가 세운 교회가 아니다, 내가 세웠다. 이 교회는 네가 목회를 자라서 이렇게 많이 모이는 게 아니다. 내가 내 백성들을 모아주는 것이다. 그런데, 제가 예전에 말씀하신 것을 드디게 했을 때 이렇게 말하는 것이다. 그 눈을 끊은 선도로 저에게 말하는 것이다. 그리고 당장은 내 백성들을 주의사협을 했을 때, 제 방에서도 다 할 것이다. 그렇지 않도록, 내가 자신을 생성하는 것이다. 내가 자신을 생성하는 것이다. 내가 자신을 생성하는 것이다. 내가 자신을 생성하는 것이다. 그래서 내가 자신을 생성하는 것이다. И я так и сказал, «Бог отец, ты ведущий пастор, а я зам твой, и поэтому я буду проявить свою верность во всем в этом служении». Я так и обещал. Итак, в нашей церкви все равно есть та церковь, которая полностью на полную ответственность за церковное служение Бог взял. И Бог еще обещал мне лично, что Бог очень много приготовил для моей служения. И Он обещал, что бессмертно я буду проявить твои служения. И Господь только и попросил мне, что ты только удержи, чтобы это не была перегрузка на тебя. У нас еще много участок, еще бессмертно участок мы приобрели, а это еще не употребляли. Это не конец еще. Это только начало. Это только начало. А я думаю, что будут совершать процесс, если вы хотите. Я думаю, что это все, что уже полностью закончено, но это не так. Вы верите, что Бог умножает и развивается до успеха. Я так и сказал, что это Бог и Он сам организует, Бог это все делает, а только мне придется проявлять во всем верность. Мы находимся как раз в главной церкви, в главном храме и за стеклом целый мегаполис, прям здесь фривей, здесь все рукой подать отсюда 80-этажные небоскребы. Сейчас мы вещаем, мы ведем вещание именно с центра, прямо здесь огромный храм, в стекле и бетоне, вы сейчас видите, кстати, это на ваших экранах, и как раз пастор, который вещается на телеканале, импакт, его служение, его проповеди, его учения, вы можете регулярно это видеть. Пастор, спасибо большое. Я знаю, что очередной поток вы сейчас будете служить в церкви также. От имени всех наших зрителей, от имени многих служителей церквей, от имени партнеров служения, мы благодарим вас. Вы знаете, для меня этот визит, этот посещение, этот церквей, это желание к тому, чтобы начать, снова, ну не снова, а начать, искренне молиться и поддерживать ваше служение. Моксариум, это очень важно, чтобы начать. И чем более, когда вы сказали, что это только начало для вас. Моксариум, сейчас говорили, что это только начало для вас. Это сейчас, как начало, это было. Поэтому, друзья, мы приглашаем. Пастор, последние несколько слов для зрителей. Один, 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 один. Бог очень верный Бог. И когда мы очень понимаем, мы будем читать Божие, Библию, тогда мы можем понять Божие планы. Какая наша жизнь указывает Богу? То есть, когда мы живем по Слову Божьему, тогда Господь возьмет ответственность за всю твою жизнь. И наша молитва, и наша мысль тоже Бог исполняет. И это, как такое чудеса Божия, мы можем каждый день испытывать в своей жизни. Как Господь сказал, не надо именно заботиться, во что одеться, что пить. Только прежде всего ищите Царствие Божие и правду Его. И тогда все возложится вам, так Господь обещал. Это обещание Господа. И Он обязательно соблюдает и свои обещания. И поэтому не надо именно обращаясь во всем, на такие жительские вопросы, не надо заботиться об этом. И я хочу, чтобы Вы еще помышляли только, как, какая жизнь наша будет указать Господу нашему. И при служении, при богослужении надо вести такие служения, чтобы угодить Богу. И когда мы занимаемся и церковным служением, тоже тогда, тоже имея такие мысли, что, как я могу именно угодить Господу. И при приношении пожертвования, тоже нам надо именно добровольно, отходно, мы тоже вознесли Господу пожертвования. И я хочу, чтобы все Вы, да, имея такие добрые такие мысли, как я могу угодить Господу, Богу моему. И так и стараться жить по Слову Божьему. И такое жизнь всегда сопровождение Божьего присутствия. И даже наше желание, наша мысль о Господе исполняет. Да, я очень желаю, чтобы каждый из Вас, зрители, вот эти импакт телевидения, и все наслезали такую жизнь. Спасибо, пастор. Спасибо, пастор. Спасибо. Такими теплыми словами, друзья, мы и расстанемся с Вами из Южной Кореи, город Бусан. Будьте благословены. Помните, Иисус Христос любит Вас. Оставайтесь с нами на импакте. Иисус Христос любит Вас. Оставайтесь с нами на импакте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok